В Люберцах прошла традиционная экологическая акция «Сдай макулатуру, спаси дерево». Жители городского округа отправили на вторичную переработку бумагу, картон, старые журналы и газеты, а также приняли участие в экоиграх и квестах. Подробности в материале нашего корреспондента. «Сдай макулатуру, спаси дерево!» С таким призывом к жителям городского округа Люберца обращаются с 2015 года. Именно тогда в Подмосковье стартовала акция, которая в последующем стала одной из масштабных экологических инициатив. С помощью нее спасено сотни деревьев. «Мы получаем эко-балы. Мне сказали, в том году мы получили сколько эко-балов? 400. В этом году есть шансы получить больше, потому что каждый эко-бал – это деревья. Мы получаем деревья, сажаем их в городе, в черте города, в школах, в наших детских садиках». Школы городского округа приняли активное участие в акции. В прошлом году одним из лидеров по количеству собранного в тур сырья стал четвертый лицей. На этот раз его воспитанники также не остались в стороне. «Дома у себя взяли детские журналы, которые я в детстве делала. Всякие изрисованные альбомы. Не надо выбрасывать бумагу, надо все купить и сдать на переработку. Из этой бумаги сделать что-то другое». Кроме площадки для сбора макулатуры, жителей городского округа ждала развлекательная программа. Они могли сыграть в эко-теннис и эко-хоккей, а также поучаствовать в тематическом квесте и записать свои пожелания. «Мы предлагаем ребятам, чтобы они поучаствовали в этом квесте. Они могут записаться и поиграть в увлекательнейшую игру. Нужно создать четыре эко-проекта и помочь России достигнуть прекрасной экологии. У нас уже на месяц вперед все расписано». «Стой килограмм макулатуры спасает одно дерево, тонны спасают десять деревьев. Мы предлагаем ребятам написать свои пожелания и спасти дерево, сдав макулатуру сегодня». «Люберцы» хочется отметить в лучшую сторону. Муниципалитет у нас всегда в топе активности в сфере экологии. Поэтому здесь только можно сказать, что необходимо дальше набирать обороты. Акция «Стой макулатуру спаси дерево» проходит два раза в год. Весной и осенью ожидается, что на этот раз жителям округа удастся собрать более пяти тонн вторичного сырья.